Приветствую, друзья! Многие сейчас присылают различные видео, там где якобы украинские солдаты, такие грозные, все с бородами, в очках, в экипировке, с оружием, куда-то маршируют с грозным видом и так далее. Всем вот этим марширующим мне хочется сказать, конечно, следующее, что не забывайте, что вы маршируете в одном строю с такими персонажами, как Коломойский, как Ахметов, как Сорос, ну и прочие, знаете, нерукопожатные люди, с которыми вы бы и здороваться даже не стали, но по факту сейчас вы стали на их сторону и защищаете их интересы. Не можно искать сколько угодно себе оправданий, но по факту вы сейчас конкретно воюете против своих славянских братьев, которые, естественно, в своем большинстве представлены как в Сербии, в Белоруссии, в России, ну и, конечно же, в Украине, потому что каждый третий сейчас, кто воюет со стороны российской армии, это гражданин Украины. Нравится вам это или не нравится, но это факты, с которыми можно либо смириться, либо не смириться, но, как говорится, от переменами слагаемых суммы не меняются, это как в математике, понимаете? Поэтому таким вот солдатам Зеленского я могу сказать следующее, комфортного вам шагания с троем, с Коломойским, Ахметовым, Фиртышем, Пинчуком, ну и прочими друзьями Зеленскому, ну и, конечно, с Томашем Фиала, различными там персонажами с западных стран там и так далее, потому что конкретно сейчас вы воюете за их интересы, их вооружением и зарплату они сейчас вам платят своими кредитами, которые будут отдавать ваши дети. И это правда, и вы это знаете. Но тем временем давайте все-таки перейдем к международной повестке. Вот обратите внимание, как Кочинский, знаете, один из лидеров там польской какой-то там партии, которая при власти, он уже возмущается тем, что оказывается, ну нету вот этих вот знаете достойных сил в Белоруссии, которые могут себе позволить свергнуть Лукашенко. Но не получается почему-то вот этих западных так называемых демократий скинуть незаконным путем с точки зрения государственного переворота, конечно же, Лукашенко, за которого голосуют белорусы. Если Кочинский рассказывает, что внутренних сил нету, которые могут скинуть Лукашенко, то тогда мы видим, что этот персонаж уже планирует внешние силы, которые, конечно же, будут себе ставить главной целью все-таки убрать Лукашенко в, конечно же, неконституционный способ от власти в Белоруссии. Но тем временем в Америке страдают обычные американцы, потому что цены на гамбургеры просто сумасшедшим образом взлетели. И теперь американцам за обычный гамбургер нужно серьезно переплачивать. И понятное дело, что во всем этом с точки зрения президента Закянской страны, конечно же, виноват Путин, который ввел дополнительный налог на американцев. И теперь американцы вынуждены, когда покупают гамбургер, еще и платить дополнительно путинские налоги. Поэтому гамбургер, получается, стоит теперь дороже. И, конечно, для обычного здравомыслящего человека это полный бред, но тем не менее этот бред транслируется как официальная политика Белого дома. Причем многие американцы, несмотря на жесткую пропаганду, уже начинают задавать вопросы, а как так получилось? Вроде Байден, когда шел на выборы, рассказывал, что мы тут сделаем зеленую энергетику, мы снизим добычу нефти, мы полностью переведем экономику, знаете, на зеленые рельсы и так далее, и будет нам счастье. А сейчас, получается, американцы видят, как Байден просто бегает по различным энергокомпаниям и требует, чтобы не увеличивали нефтедобычу. Лишь бы все-таки Российской Федерации насолить. С учетом такого старческого маразма, конечно, несложно предположить, что на следующих выборах демократы явно победу не одержат. Ну а тем временем в Германии продолжают требовать, чтобы наказали посла Украины в Германии Мельника, который регулярно бегает по различным конференциям и прославляет нацистов. Причем это не устраивает как и немцев, так и даже израильтян, которые уже требуют, чтобы была срочная отставка. Но, как известно, МИД Украины, который сам не прочь прославлять нацистов, потому что все-таки идейные вдохновители, как-никак у Дмитрия Кулебы, именно с той стороны уже сделали заявление, что этого посла, даже если и отстранят, то его сделают помощником министра иностранных дел Украины. Ну а тем временем в Соединенных Штатах Америки недавно отпраздновали так называемый свой день независимости. И как оказалось, там на вот этом дне независимости просто гигантской колонны прошли украинцы, которые тоже праздновали день американской независимости. И несмотря на то, что в здоровенной колонне было очень много лиц призывного возраста, то вот почему-то все вот эти миллионы украинцев, которые оказались, по иронии судьбы в Соединенных Штатах, почему-то не стремятся ехать в Украину. Судя по всему, все-таки эти так называемые украинцы хотят быть ближе к западным ценностям, поэтому, конечно, выступают на парадах в честь Дня независимости Соединенных Штатов. Правда, в самих Соединенных Штатах есть, знаете, очень серьезное напряжение, потому что, как известно, очень там часто полиция злоупотребляет своим правом на применение огнестрельного оружия. И, конечно, от этого страдает американский народ. Причем та часть, которая все-таки больше к афроамериканцам, знаете, относится. И каждый год там полиция просто отстреливает как минимум тысячу граждан Соединенных Штатов Америки и в основном почему-то они оказываются афроамериканцами. Ну, знаете, так получается просто. И, конечно, сейчас там очень такие суровые восстания и так далее, потому что все это транслируется в сеть, все вот эти, знаете, зверства полицейских американских. И, конечно, много вопросов есть у правозащитников, китайских, например, российских правозащитников, но почему-то вот в упор не видят вот эти вот злобные нарушения прав человека в самих Соединенных Штатах Америки. Мало того, почему-то про афроамериканцев, которых регулярно репрессирует американская полиция, вообще ни слова не говорит Зеленский. Такое ощущение, что он не видит просто страдания части американского народа. Отсюда можно сделать логический вывод, что, скорее всего, Зеленский расист или все-таки политический конъюнктурщик настолько высокого уровня, что готов быть на время даже расистом, лишь бы продолжать получать деньги Соединенных Штатов. Несмотря на Зеленского, я думаю, что, конечно, вот эти репрессии в отношении афроамериканцев могут прекратиться только благодаря поставкам различного вооружения с России, с Китая, потому что, как известно, там полиция очень хорошо вооружена. И, конечно, там нужны противотанковые средства, и минометы, и гаубицы для того, чтобы все-таки эти люди могли себя каким-то образом защитить. Ну а тем временем в Германии Шольц заявил о том, что все-таки германскому народу нужно приготовиться к массовому подорожанию всего продуктов, там, товаров и так далее, потому что все-таки нужно начинать платить за боевые действия в Украине. Причем платить канцлер Шольц решил компаниями крупными немецкими в первую очередь, потому что они уже воют, что они уже вынуждены закрываться с учетом такой неадекватной политики немецкого руководства. На такие вопли и заявления немецкой промышленности крупно, я думаю, что канцлеру Шольцу нужно все-таки ответить следующим заявлением. Америка по надусея. Я думаю, что тогда немецкая промышленность, она должна все-таки понять, что главное для Шольца, для канцлера Германии все-таки выполнить те задачи, которые ему скидывают за границы. Я думаю, что Шольцу пора уже просто выйти на трибуну и открыто сказать, что благосостояние Германии, колонии, зависит в первую очередь от метрополии. Если метрополия падет, то тогда и колония тоже будет жить хуже. И вот именно вот такой элементарной логикой я полагаю, что нужно Шольцу начинать уже объяснять немецкому народу, что же происходит. Потому что зачем вот говорить всякие глупости там или полумеры, или недоговорки. Лучше же сказать правду, чтобы каждый немец понимал, что происходит. Тем более у Шольца есть очень много различных персонажей, которые могут ему подсказать много мудрых мыслей. Различные аналитики немецкие там и так далее, которые уже прямо говорят, что все-таки немцам для того, чтобы каким-то образом пережить вот этот энергокризис, нужно просто отказаться от своей бытовой техники, от холодильников, от стиральных машин и так далее. Ну и конечно же все это нужно сделать на зло Путину. Ваш старый холодильник, друг Владимира Путина, выбросьте его, сказал Блас. Он заявил, что лучшая энергия та, которую мы не потребляем. И сообщает, что в Брюсселе обсуждается идея платить некоторым компаниям за то, чтобы они значительно замедляли работу своих заводов или даже останавливали их, чем помогали экономить энергию. Я думаю, что это замечательные и хорошие идеи, особенно для Евросоюза. Им нужно просто останавливать свои заводы, предприятия, для того, чтобы все-таки меньше потреблять энергии. Переходить все-таки на солнечный свет, на хорошее настроение. Ну и конечно ориентироваться на то, что Китай все-таки соизволит им присылать свою продукцию, потому что в Европе своего больше ничего не будет. Друзья, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там значительно больше интересных видео и информации, чем на ютубе. До скорого!